Заховать свет без кровопролития, каб не стратить родиму. Про это сёня у сёдчастей говорить ты, кто на своём опыте пережил жахи военных конфликтов. Арутюн Петросян народился у Баку и до 27 годов жил у Азербайджана, поколь не почался Карабахский конфликт. С тех часов его житю погрожала небезпека. За свою национальность ему, как и тысячам армян, пришлось бегать с краины. Начались провокационные действия, как с одной, так и с другой стороны. А мы, как говорят, лезь рубят, щепки летят. Мы были уже как заложники этого всего процесса. И из-за безопасности мы вынуждены были уехать, потому что фамилия и внешность выдаёт, а жизнь-то даётся один раз. И мы решили переехать сюда, в Белоруссию. Здесь по линии жены у меня есть корни её. И это всё меня успокоило. И вместе с семьёй мы уже 30 лет проживаем здесь, в Белоруссии. Арутюн Петросян натримал у Гомеле высшейшую эдукацию, знайшёл работу, выгадывал два их сынов, которые так само закончили университеты. Зараз мужчина працует в будущем тресте номер 14. Белоруссия лечит друга и родимой, и не хочет её стратить. И он на свои очи бачил, насколько кровьким бывает мир. Разумных людей и трезвомыслящих людей в Белоруссии больше. И вот эта сила добра превзойдёт силу зла. Независимо от того, что третьи лица, которые стоят за всем этим беспорядком, делают вот это грязное своё дело, вносят распри в наш народ. Но у них это не получится. И опять повторюсь, что сила добра превзойдёт. И в ближайшем будущем, лично моё мнение, будет всё хорошо, потому что народ понимает, что это всё западные товарищи, которые хотят нас рассорить. Но они этого не дождутся. И это всё сочтётся им, потому что мы под одним Богом живём. Так и Господь Бог всегда наказывает, рано или поздно он наказывает ту сторону, которая хочет, чтобы в Белоруссии пролилась кровь.